Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Извините, волнуюсь. Сейчас я предоставлю материалы убойные, доказательные, о том, что это даже не открытие железного матенкового уровня, допустим, Дарвина. Оно еще и заодно отменяет Дарвина и является краеугольным. Вот так как вы сильно человек заняты, и я заранее знаю, что до вас не дойдет, лично до вас, поэтому я надеюсь, что в вашем окружении, в администрации президента найдется человек, который возьмет и не просто передастся, как вот было с предыдущим открытым письмом, не просто передастся в очередную инстанцию. Там было передано Минсельхоз, Минсельхоз сказал, что нам это все по барабану, хотя это имело прямое отношение к развитию садоводства. А здесь уровень совсем другой, это Наблюдская премия, вот, и я надеюсь, что найдется такой человек, который даст ход этому. Вот, сейчас получается так, я уже успел это застолбить еще с 14-го года. Так, это открытие. Далее была напечатана книга, 1200 экземпляров, она разошлась уже по стране. Ну, естественно, ее читали уже тысячи, все-таки она по рукам ходит, но до ученых, по-моему, не дошло. Вот, не их уровень. Почему? Потому что они уже все знают. Вот, в таких случаях новое не воспринимается. Я сейчас взял и... Это черновик книги, которая называется «Записки зачарованного сибирского садовода». Это одна из глав. Я не стану вот эту главу читать вслух. Почему? Я просто листаю, видите? Кому надо, остановит, прочтет. Вот, прочтет. Это все предыстория, и это очень важно, потому что уже это отвергает официальную науку. Вот, отвергает. Еще раз говорю, кого надо, остановит, а мы идем дальше. Вот это прочитает. Вот, это подготовка к тому, к восприятию, потому что не так просто это понять. Вот, сейчас я объясню, почему не просто понять. А может, я потом сделаю отдельный фильм и уже зачитаю это вслух. Сейчас многие воспринимают на слух, особенно молодежь. Читать-то разучились. Вот. Итак, 17 пункт, это уже само открытие, это Нобелевская перемена. Давайте я это прочитаю. Я еще раз, я как бы мысленно к вам обращаюсь. А вдруг, а вдруг, вот, появилась сложная техника, позволившая раскрывать тайны происхождения жизни на Земле. Видите, раньше этого не было. Раньше это было невозможно. Раскрыл эти тайны, и до того лежали на виду цифровой фотоаппарат. И вот мы с вами, друзья, первыми погружаемся уже в бывшую тайну. Далее пишут себя, это Юлия Латинкова, «Царство ему небесное». Вы же не знаете, что у нас есть свои гении, у садоводов-любителей. Вот. И они, эти гении, опередили науку где-то лет на сто. Ну, это так, к слову. Не по теме же. Вот. Каждый из вас видел ледяные узоры на окнах домов, любовался их немыслимой красотой, но не более того. Так, знаете, что я сейчас делаю? Я сейчас для дубляжа ещё и запись компьютером начну. Пригодится. Мало ли, а вдруг здесь запись будет плохая, а я не умею два раза. У меня такой характер. У меня такой характер, что ты со мной его не шути. Так. И так. Продолжаю. Всё. Так. А раз включил ещё запись на компьютере, то повторю. Любовался, дождался откровения ледяного узора с абрикосовой ветки на окне в тамборе поезда. Всё стало ясно, пока только мне. Обнародовал первые выводы в статье поездка на форум садоводов в Челябинск. Реакция последовала, но какая. Друзья присылали мне публикации очень умных и достойных людей. Всё давно разгадано. Они меня не устроили, так как прислали от мыслей, что вначале было яйцо, а затем уже курица. Им в голову не могло прийти, что всё наоборот. Всё от Бога. Как это не по-современному звучит. Тогда с помощью друзей собрал коллекцию фотографий ледяных узоров и зимних ледяных конструкций на живых растениях. Решил продолжить разговор. Погружаемся в тайну жизни на Земле. Для начала выводы будут, сами удивитесь. Для начала любуемся фотографиями ледяных узоров. Красиво, не правда ли? Это ведь не хаотичные линии, случайно сложившиеся в красивейшие рисунки. И то, что и что-то они напоминают. Например, фото 2. Папоротник. Таких рисунков миллионные, всё разное. Папоротник. А на фото 11-12 уже ледяные скульптуры. И они что-то напоминают. Напрягать фантазию не надо, это явно будущее листья. Ну, так ведь нет, но мы подходим к важнейшему открытию тайны жизни на Земле. протрите глаза материалисты и внимательно посмотрите, что же родилось раньше. Листья или биополе растений вырастет листья позже. Что зачем? Да, сейчас модна теория о том, что вокруг живых объектов непременно возникает благодаря их способности излучать нечто свечение, биоволны, биополя, фантомы, эффект кирлиана, список продолжите сами. Отличемся. Что касается именно фантомов, казалось бы спору нет. Допустим ветку или руку отрезала, а фантом остался. Да, остался так как он и был до рождения ветки. А вот и фото 13 подоспело. Да, перед нами редчайший и эффектнейший снимок. Кстати, он не редчайший, мы их не искали, их гораздо больше, их миллионы эффектнейший. Верхушки еще или уже нет, а его энергетический каркас в наличии проявлен в виде конденсата изо льда. А вы, друзья, привыкаете к новому термину, потому что в кавычках название не якобы вторичного явления, например, эффекта кириллиана, а та самая заветная курица, которая является основой всего живого. то есть в начале силовой каркас курица, затем яйцо, молекула ДНК и начало и конец строительства живого организма. Тальнейшие снимки ледяных узоров поражают своим сходством живой природы. фото 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Тут вам герой насекомых и красивейшие бабочки и папоротники. Ну, давайте любоваться. Представляете, ледяной узор. Почему этого никто не видит? Почему не связывает это с тем выводами, которыми мы придем позже? Я сразу так увидел этот рисунок. Ну, считайте рисунок. Хотя это фотография. Вот они бабочки, вот они. Вот он, листья, папа, скорее всего папоротника. Вот сюда. Вот сюда. Ну, как нельзя не увидеть связь? Ну, как? Ну, и здесь вы видите. Случайно, да. Дружил я с ученым этого сказания. Дружба кончится, значит, что сказал. Это случайное совпадение. Если бы это было просто размалевано. Вот просто знаете как? Вот слона научили, обезьяны научили взять кисть и размазывать по этому, по холсту. Там, да, там можно некоторый какой-то смысл ищет среди вот этих хаотических. Ну, здесь же это разве хаос? Это хаос. Ребята, это хаос. Ой, я же к президенту обращаюсь. Владимир Владимирович сразу это хаос. И как теперь нам всем нужно богословам и богоискателям, чтобы знатоки природы профессиональные ученые-ботаники собрали тысячи и десятки тысяч снимков ледяных узоров и идентифицировали их с растениями и насекомыми и, может, быть, животными. И тогда перед всем миром раскроется, что величайшая божественная тайна мироздания. Жизнь возникает и существует в двух ипостасях. Визистущие матрицы, по-другому силовые каркасы или биополя и их порождение материальное детище живое организм. Кстати, вы уже догадались, как это проявляется. Просто конденсат делает их видимыми. Вот это как получилось? Ну, да, 19 век, 20-й Дарвин, но он тоже видел несколько раз на стеклах рисунки, но не эти изображения. Но не понял смысла, что конденсат сделал невидимые поля видимыми. И только вот сейчас, в эти годы, когда набираешь фото ледяных узоров и видишь тысячи фотографий, и вот тут господи, что ж тут не открыть-то? Оно, вот оно, тут сразу выводы, сразу, сразу, вот она, жизнь. Вот. Но мы еще выводы не сделали. Итак, жизнь возникает, существует в двух хипостасях, вездесущие матрицы, по-другому силовые каркасы или биополя. Их порождение, материальное детища, детища, живые организмы. На фотографиях ледяных узоров подсказки, которые мы можем назвать негативами, лекалами, чертежами силовых каркасов в реале существующих трехмерных каркасах. Лично мне хватило несколько сотен фотоизумительной красоты, но еще как мало для доказательства именно божественного происхождения. как мне нужны сейчас, знаете, кто? Люди уровня академиков, авторитетишек, которые дадут команду уже по своей линии собрать тысячи, тысячи, ладно, я сотню, вот, несколько сотен, тысячи, тысячи собрать, а потом уже пусть это будет теория, не могут быть совпадения, не могут. И мы станем с авторами этого, и вместе поедем получать Нобелевскую премию. Только не смейтесь, ради Бога, сейчас еще доказательства будут. Далее настоящие друзья мои, я вам расскажу то, о чем рассказали деревья в саду и наши выдающие ученые садоводы, что в небе. Я ночами вскакивал с постели, хватал ручку, бумагу, записывал, записывал какой-то лихорадки, где мы усилить на раз глядывал свои каракули, находясь в глубоком и вот в моей бедной голове родилась ненаучная мысль о том, что не мы люди оккультурили плодовые растения, оккультурили растения поедутся земля раньше нас. И кто я теперь? Не марганис висманист, а не материалисты. К тому же в моем саду перестали действовать законы Менделя. Да, они действуют? Вот. Ой, Владимир Владимирович, сейчас надо же показать вам эту самую, ой, как надо. А вы же не поверите, если вы не увидите мою эту. Может, надо две серии разбить? Тогда терпения второй серии не хватит, посмотреть. Боженьки, ты мой, что же я должен сейчас сделать? Вот это мой сайт, вот это фотогалерея. Какой черт этот самый? Какие законы, Менделяк? посмотрите сюда. Какие законы Менделя? Все опровергнуто, все нарушено. Отменена якобы лженаука, вегативная гибридизация железа. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот. Я уже быстро, потом, не шок, это, а вдруг, а вдруг вы увидите, у вас времени мало, Владимир Владимирович, вот. Это Сибирь, это Шушенский район, там Ленина хотели, чтобы он там и остался, в жутком климате. Вот он, жуткий климат. ГЭС помогла, чуть-чуть смягчила, но не до уровня Подмосковья. Ни одной капли яду, клянусь Богом, Владимир Владимирович, ни одной капли яду, как это может быть? Без полива, без подкорма, без опрыскивания. Да я сам не верю, сейчас выщипну себя, у меня ранетки. Но я тогда не буду себя щипать, буду жить дальше в этом мире выдуманном. А там еще, это еще ниже еще десятки лет. Вот они. Вот они. Ладно, чем-то может убедил. Итак, законы Менделя отменены. Идем дальше. Жалко, что и этот фильм останется без этого, без внимания тех, кто это долг вот этим заняться. Итак, я не марганист и эсманист, не лысенковец. Был выкрик зала на свете в Челябинске. Он лысенко тоже материалист и где-то генетик. Где-то я Мичурию. Тогда за что с трибуны на первом съезде садовода в России назвали шаманом. Так вот, я инженер и богоискатель. Вот. Видели, я выше показал, почему я богоискатель. Но это я не стал начинать издаля. Бережно пронесший через свою жизнь не слепую веру, а страшное изумление. Как разумно устроена Вселенная, Солнечная, Система и наша планета. Как сложна и разумна жить всего живого. Вплоть до последнего мурашка, последнего мурашка, поливаемого нами соляркой. Всех, кроме человека, заблудившегося между моралью с одной стороны и отнятием куска хлеба убийством с другой. Один из моих постулатов звучит так. Без муравьев, без гусениц, червей, со стеревенением уничтожаем их, жизнь на земле полностью погибнет вместе с нами палачами, оставшимися чужими на чужевотворящей планете. Выше я доказал, что это не наша планета, что мы здесь гости, которые стали хозяевами варварского смысла. А без нас, когда погибнем и уничтожим планету, она возродится и станет еще краше. О чем это я? О прекрасных садах, о том, что в нашей власти перестав калечься деревья и не насилуя природу, возродить заложенные в одичалых полукультурных плодах водичалых культурных качеств, абсолютный вкус, сохранив при этом привнесенную ледниковыми периодами морозостойкость. Что друзья? Ну что друзья? Это что пустые слова? Я как это сказать? Я за это отвечаю. Так теперь я не что же у меня тут дальше. А дальше наверное это будет вторая серия. Итак первая серия получилась вот такой. Выводы на всякий случай чтобы вы поняли что это все что я не болтан сделаем так делаем так вот это вот пока прочтете в этой серии а я в следующей серии это все раскрою. я все это раскрою. в следующей серии я буду доказывать что официальная теория происхождения жизни в грязных лужах академика дарвиниста опарина примитивна вообще-то она не права. вот вот сейчас я вывод сделаю а потом будет вторая серия наверное третья теория железа Лутенкова о происхождении жизни на планете Земля по силовым каркасам лекалам внимание чертежам целенаправленно встраивались пристраивались друг к другу молекулы из супового первобытного набора если он имел весь набор и возможность ионизации планет оживали вот встраивались там в воде да но это было не хаотично это а целенаправленно что силовые каркасы готовы они такими прибыли на Землю когда она остыла поняли вот это есть открытие и все что было потом вот Апарин Дарвин это все было от слепоты вот не заметили ну и не могли заметить для этого надо было для этого надо было это будет вторая серия этого надо было вот это вот не заметить не заметить доказать это все явно вот лед и конденсат открыл правду вот а ее не заметили и я во второй серии прочитаю вам профессор Ваяков вот его реакция но это он есть отдельный фильм вот он создан на основе передачи научного канала где он сказал что сейчас появляются намеки вот а это что такое намеки он не сказал теорию железа золотенкова он сказал намеки намеки вот у него не повернулся язык но это будет следующая серия вот Владимир Владимирович перед нами Нобелевская премия вот а у нас получается так почему профессор Ваяков написал намеки а не теория железа золотенкова да по своей причине вот свиные рылов на коллассном ряду не нужны вот так и заглавить фильм посмотрим до свидания может быть на вторую серию уже не хватит терпения а вдруг